Уважаемые козероги, это вторая часть гороскопа на январь 2023 года. Я всегда стараюсь делать для вас гороскопы с душой. Хочется, чтобы было чётко, ясно, понятно, но душевности тоже, думаю, многим не хватает из вас. Тем более во время вашего дня рождения хочется всё-таки расслабиться и просто что-то послушать. Это приятное, нежное, хотя расписание вы любите составлять несомненно. Не знаю, насколько получается приятным этот прогноз, но, думаю, вторая часть вас точно порадует, она про деньги. 20 января солнце переходит в ваш второй дом, это дом зарплаты, денег и самооценки, и любви к себе. 21 января в 22.53 для часового пояса плюс 2 новолуния в этом же самом вашем денежном доме. Такое новолуние — это всегда по восточному календарю начало нового года, восточного. Вообще, начинается 22 уже, конечно, января, восточный Новый год, Новый год по китайскому календарю, там чёрный котик, либо кролик, кому как больше нравится, и это ваш второй дом. То есть, ну вот, 20-е, 21-е, 22-е — это очень-очень про деньги, очень-очень про деньги. То есть, денег всё больше и больше и больше, третий декады очень денежные, но любовь не отстаёт, никуда не уходит, не исчезает, неизбывно она бывает, и неизбывно будет. Ребята, 23 января уран разворачивается в вашем пятом доме любви. Ну вот, хух, можно выдохнуть, потому что уран был ретроградный с августа по январь. Возможно, у вас были какие-то застойные процессы в любви, либо какие-то сложности, трудности. Может быть, и продвигалось, ну как-то ни шатка, ни валка, либо со скрипом, тяжело. Не факт, что вы совсем ничего не могли делать. Вы что-то могли делать, но как будто бы кто-то вас ограничивал. То есть, вы в рамках как будто были зажаты, в оковах, в такой вот как решёточке по урану, словно бы, ну, хотелось вам вздохнуть, а не моглось. Этот дом — это дом льва. То есть, как будто бы вы лев в клетке, вы мечетесь, вам хочется страсти, вам хочется ярости, огня. Но вы в клетке, кто вас туда запер, что вы там делаете? Вы просто в бешенстве, возможно, иногда бывали. В этот период с августа по январь. И вот 23 января падут оковы, граты, снимутся заграждения, ограждения, решётки, границы. Клетки вы освобождаетесь, как птица. То есть, вы пока сидели в клетке, были львом, были бешеным, злым. А когда эта клетка уходит, вы буквально можете превратиться в птицу. Конечно, тут ассоциации с сфинксом, с птицей волшебной, да, то есть птица с крыльями, и вроде бы и лев, лев с крыльями, в общем. Думаю, вам знаком этот образ. Вот посмотрите, пожалуйста, хотя бы на эту даже картинку. То есть, у вас вот так вот вы себя можете ощущать. То есть, вы как будто бы прожили и чёрное, и белое, и тьму, и свет, и возродились, как птица-феникс. То есть, вы одновременно и животное, и человек, и ангел. Тоже ассоциации идут с тетраморфом. Возможно, вы сочетаете в себе все эти энергии. То есть, вы тройственны. Венера, кстати, 27 января переходит уже в ваш третий дом. Это дом Меркурия. То есть, вы тройственны. Вы понимаете, что вы, возможно, ощущаете себя и как женщина много женской энергии, а как мужчина много мужской энергии. И как ноль, как соединение, как Меркурий. Как раз-таки это двуполое существо, идеальное существо. Андрогинное создание. То есть, вы чувствуете, что вы. И животное в вас есть основа, и человеческое в вас есть, и ангельское в вас есть. Собственно говоря, вы полноценно, три единства. Вы ощущаете три единства в вас. И вы реализовываетесь, программируя себя на это совершенство. Не побоюсь этого слова. Меркурий — это тот, который, напомню вам, в вашем первом доме весь месяц. Меркурий — это посланник богов, который единственный из богов, который мог путешествовать по всем трем мирам. И по тем мирам высоким, в которых жили боги. И по земле он ходил. И в ад он спускался. Единственный из богов, который мог посетить три мира. Гермес Трисмегист. Я читала даже отрывок из поэмы Паймандр, либо Паймандр, по-разному переводится. У меня есть видео. Ссылочку я вам оставлю в конце данного ролика. То есть вы можете везде побывать. И в белом, и в чёрном, и в срединном. И в высшем, и в низшем. И в земном вы владеете какой-то силой магии. Магия схожа на магию Саламандры, либо Птицы Феникс. То есть вы возрождаетесь, вы умеете алхимичить. Химичите и алхимичите. Что вы химичите? Что вы магичите? Но любовь и деньги вы магичите. Деньги очень связаны с сексуальной энергией. Денег очень много у тех людей, у которых очень много сексуальной энергии. Это на самом деле такая тайна магическая, ребята. Поэтому используйте свои волшебные инструменты для привлечения богатства в вашу жизнь. Да, в интимности, в природной дикой страсти очень много магии. Очень. Нету больше магии на земле, чем любовь. Природная тяга людей к друг другу — это самый сильный магнит. Если вы ощущаете, что вас как будто бы примагичили, примагнитили, как будто бы вас приворожили, то знайте, что самый сильный приворот — это природное притяжение. Если вы встречаете человека, который вам ваш, то вас к нему будет тянуть так, как будто бы вас приворожили к нему все шаманы на земле. А на самом деле это просто любовь, ребята. Нет ничего сильнее любви. Любовь — самая сильная магия на земле. Любовь — это та магия, которая побеждает смерть. Любовь выше всего. Любовь — это всё, что здесь есть. И чёрное, и белое всоединяются в любви и рождает радугу. Я думаю, что многим из вас будет очень приятно проживать этот месяц, несмотря на то, что и прожигать он вас будет, может быть, и выжигать. Но вы будете чувствовать, что вау, я живу, слава богу, я живой. То есть мне не скучно, ой, как не скучно жить. Я живой, я страстный. Про мою жизнь можно написать роман или два, или три. И это не 50 оттенков серого, это 100 оттенков бесконечно-солнечно-радужного. Все цвета, взрыв эмоций, взрыв страстей, бесконечное, вечное сочетание того, что люди называют истинной жизнью. То есть то, что люди хотят проживать, — это сильные эмоции. Но они очень часто их страшатся. Самый большой человеческий страх — это страх любви. Потому что любовь страшнее смерти, она страстнее смерти, она сильнее всего. И вот вам дано многое, как и другие, власть в ваших руках. Все еще в январе, пока Плутон еще в вашем знаке Зодиака, пока Меркурий в вашем знаке Зодиака. У вас в руках волшебная палочка, как жезл, как скипутер Меркурия. Вы знаете все этот символ. Жезл обвитый змеями. Вы мудрый, вы сильный, вы магичный, вы привлекательный, вы сексуальный. У вас есть тут какое-то взаимодействие, у вас есть тут партнерство. Тут и ваши деньги, и деньги вашего партнера. И если вы сейчас не в отношениях, то указание номер один. По ретро-планетам регулируйте взаимосвязь с теми деми, с которыми вы уже знакомы. То есть вы уже знакомы с тем человеком, который вам пара. Может быть, вы его не замечаете, либо какие-то преграды у вас на пути. Но здесь ничего нового. Кто хочет новой любви, ребята, январь — это не про новую любовь. Это про то, что у вас уже всё есть, чтобы вы сотворяли новые миры. Я вам, конечно, желаю творить, но не вытворять. Совершать чудеса, но не сильно-то чудить. Уран разворачивается 23 января, и это ваш пятый дом, о чём я вам сказала. То есть любовь прорывается наружу, но лучше не летайте на самолётах. В районе 23 января плюс-минус несколько дней, а также не превышайте скорость на дорогах. Также опасны дни для путешествий. Это 18, 12 и 7 января. 7, 8. То есть 7, 8, 12, 18, 23. Ещё и плюс-минус несколько дней. Лучше никуда не летать, не ездить. Быстро не мчаться. Особенно в новые места. Если в прежние места, то да, вы будете, конечно, нести здесь просто как на крыльях. Даже ночью. То есть чувствуете эту силу, это притяжение, эту магию. Какая-то магия вокруг вас творится. Напишите, что это за магия, ребята. Конечно, человек, который всё может, он, как правило, и любим, и любит, и имеет деньги. Потому что что можно без денег? В материальном мире практически ничего. А что нужно без любви в материальном мире? Да тоже практически ничего. Потому что когда нет любви, нет смысла, и деньги даже не нужны. Так что, думаю, для многих из вас тема «любовь и деньги» проигрывается вместе, потому что вы балансируете материю. Деньги — это материя, это тьма, это дьявол. Любовь — это свет, это бог. Вот вы сбалансировали ангела и демона и получили счастье. Я вам всем его от чистого сердца желаю. Я вас всех поздравляю с днями рождения. Ребята, ещё раз напоминаю, заказывайте свои личные гороскопы с неподписанными. Подпишитесь, пожалуйста, на канал. Уже не стыдно подписываться на астролога, не переживайте. Будьте подписаны, ставьте лайки, пишите добрые, светлые комментарии. Заказывайте свои личные прогнозы. Наверняка я что-то забыла вам рассказать. Как всегда, записываю вам в потоке. Если что-то забыла, допишу в комментариях. Читайте комментарии, а также читайте сообщество, вкладку «Сообщество» на моём канале. Будьте счастливы. Всего доброго.